Экипаж СМП Рейсинг в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и Стофеля Вандорна занял третье место на седьмом этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость, который прошел в Бельгии на трассе СПА Франкаршам. Это был очень для нас сложный этап, по той простой причине, что условия тут просто были невероятные. Тут был снег, был дождь, было сухо. Но самое главное, это то, что последние два часа мы ехали всего лишь на четырех передачах. Не зря я ездил в ралли и тренировался зимой на шипах, потому что сегодня была именно такая погода. Три раза падал снег, три раза был или четыре сейфтикара, я даже не знаю сколько. Потели стекла, мерзли ноги, видимость была просто нулевая. Бронзовый экипаж СМП Рейсинг под номером 11 стартовал с пятого места, а третьим начал гонку другой российский экипаж под номером 17 в составе Егора Оруджева, Сергея Сироткина и Стефана Саразана. Вскоре после старта пошел дождь, и автомобили отправились в боксы менять резину. Во время выезда на трассу машины безопасности из-за внезапного снега БР-1 под номером 11 успел подняться на вторую позицию. Однако затем у автомобиля пропала пятая передача, а у спортпрототипа номер 17 на одном из кругов отлетело колесо. После очередного рестарта за полтора часа до конца гонки автомобили СМП Рейсинг заняли третью и четвертую позиции, которые и удержали до самого финиша. Тем не менее, я хочу поздравить всю команду, я хочу поздравить всех в СМП Рейсинг, и хочу, конечно же, поздравить вас, Борис Романович, потому что мы все одна команда, и мы все здесь именно для этого. Чемпионат мира по гонкам на выносливость завершится в середине июня марафоном 24 часа Лимана. Компания «Опель» впервые показала новую «Корсу». Видео снято между январем и апрелем во время тестов хэтчбэков в шведской Лапландии и на полигоне в немецком Дуденхофене. Заполярье – обычное место для проверки прототипов на устойчивость к низким температурам, а на испытательном треке проверяют баланс настроек шасси. В основу «Корсу» шестого поколения легла тележка CMP. Платформа была разработана группой PSA и уже применена на новейшем Peugeot 208. Конструкция использует больше высокопрочных сталей, а масса снижена на 40 килограммов. В своей самой легкой модификации пятидверный хэтчбэк будет весить чуть менее тонны. Уже сейчас известно, что «Корсу» оснастят матричными светодиодными фарами, которые перекочуют с «Астра» и «Инсигнии». Моторная гамма известна по Peugeot 208. Это трехцилиндровый бензиновый турбомотор 1.2 и полуторалитровый турбодизель. Чисто электрическая версия получит мотор на 136 лошадиных сил и запас ходов 340 километров. Продажи нового «Опеля» в Европе начнутся летом. Компания «Ауди» планомерно переводит на дизели свою линейку оспортивленных S-моделей. Сначала представили кроссовер SQ5, затем были S5, S6 и S7. И теперь вот дошла очередь до семейства с индексом 4 – седана и универсала S4 Avant. Двигатель все тот же – трехлитровый турбодизель отдачей 347 лошадиных сил и 700 ньютон-метров крутящего момента. На малых оборотах турбокомпрессору помогает электротурбина. Кроме того, в первые секунды разгона еще 11 лошадиных сил и 60 ньютон-метров добавляет стартер-генератор. Все эти электроприборы запитаны от 48-вольтовой сети. Под полом багажника встроена батарея емкостью полкиловатта. Довольно тяжелый седан массой 1855 килограммов разгоняется до 100 километров в час за 4,8 секунды. На одну десятую медленнее, чем с прежним бензиновым мотором. Универсал S4 Avant тратит на это упражнение без малого 5 секунд. Отныне в Европе S4 продаются только дизельными. На других рынках по Камис сохранился бензиновый мотор. А в России нынешняя генерация моделей не представлена вовсе. Похоже, что на российском рынке Ауди переживает черную полосу. И без того скудная линейка спортивных моделей лишилась в России еще двух знаковых машин. Отныне у нас не продается семейство ТТ и суперкар Р8. В спорт Ауди покидают наш рынок без надежды на скорое возвращение. Разумеется, всему виной невысокие продажи. В прошлом году у нас было продано около сотни экземпляров ТТ и менее десятка Р8. Однако в премиум сегменте на массовость спорткаров никто и не рассчитывает. BMW продал два десятка электрических купе i8. А Mercedes предлагает SLC, SL и Roster AMG GT. Тираж ни одной из этих моделей не превышает четырех десятков. Федеральный институт промышленной собственности опубликовал в своем реестре патент на промышленный образец легкового автомобиля. Судя по приложенным изображениям, АвтоВАЗ зарегистрировал концепт-кар Lada Vision 4x4, дебютировавший прошлой осенью на московском автосалоне. Указано, что заявку подавали еще в октябре, а среди авторов машины ожидаемо значатся Стив Маттин и Жульен Друар. Регистрация проекта как промышленного образца, конечно, не означает, что в серию машины пойдет именно в таком виде. Это нужно скорее для защиты прав на интеллектуальную собственность. Впрочем, новое поколение Niva или Lada 4x4 однозначно унаследует многие черты концепта. Например, двухэтажную переднюю оптику или форму задней стойки кузова с характерными прорезями. Готовую машину мы увидим года через два. О технике ничего официально не заявлено, но можно предположить, что автомобиль построят на платформе B0. Точнее, на ее модернизированном варианте, который дебютирует на кроссовере Renault Arkana. Новое поколение самого главного британского внедорожника, Land Rover Defender, дебютирует уже в нынешнем году. А чтобы скрасить ожидания, англичане опубликовали новую порцию фотографий. Сообщают, что прототипы уже проверены на грунтовках родной Британии, на скалах в штате Юта, в аравийских песках, перегреты в долине смерти. Замороженные в шведском Арии Плуги потрудились в австрийских Альпах, потаскали прицепы через перевал Гросс-Глопнер. И уж совсем непонятно, зачем внедорожник выпустили на Нюрнбург-Ринг. Известно, что новый Defender получит несущий кузов на основе модульной алюминиевой архитектуры. Независимые подвески колес и двигатели из семейства Ingenium, в том числе и в гибридных версиях. Предсерийную машину рассекретят в ближайшие месяцы, а выпускать машину будет новый завод в словацкой Нитре. Porsche Speedster на основе уходящего поколения 911-х будет построен лимитированной серией в 1948 экземпляров. Это год рождения спорткаров Porsche, которые ведут историю с модели 356. Сходу получивший версию Speedster. Российский рынок получит свою квоту из семи машин. И эта модель оказалась самой дорогой в модельном ряду Porsche. Начальная цена 21 681 000 рублей. Сюда можно добавить, например, пакет Heritage Design за 1 600 000. В него входит особая краска кузова с гоночным номером на дверях и стилизованная по старину отделка салона. В отличие от всех других открытых 911-х, Speedster — это облегченная модель, которая весит всего 1465 килограммов. Мягкая крыша тут поднимается вручную и складывается под задний горб по Z-образной схеме. Атмосферный 4-литровый 6-цилиндровый оппозитный двигатель развивает 510 лошадиных сил и 470 ньютон-метров. Коробка передач — шестиступенчатая механика. Разгон до 100 км в час ровно 4 секунды. Даймлер выводит на рынок свой первый электромобиль. В Западной Европе начато серийное производство и открыт прием заказов на кроссовер EQC. Клиентам пока предложена единственная модификация 400 FOMATIC. Четыре электромотора вместе выдают 480 лошадиных сил и 760 ньютон-метров. Машина весом в 2,5 тонны разгоняется до 100 км в час за 5,1 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 180. Тяговая батарея емкостью 80 кВт-часов заряжается за 40 минут, а запас хода указан для устаревшего цикла NEDC максимум 471 км. Стартовая цена в Германии — примерно 5 миллионов 200 тысяч рублей. Выпуск EQC налажен в Бремени, на тех же линиях, где выпускают C-класс и кроссоверы GLC с обычными моторами. К концу года электромобиль локализуют в Китае, и примерно тогда же модель выйдет на российский рынок. Выход на рынок серийного электрического Мерседеса совпал с юбилеем крупносерийного автопроизводства. 125 лет назад, в апреле 1894 года, Карл Фридрих Бенц начал продажи своей второй модели — Бенц Велоцепеда. В отличие от двух дюжин трехколесного патент-моторвагена образца 1886 года, которые открыли эру автомобилей внутреннего сгорания, четырехколесный Бенц Вело стал первой в мире крупносерийной моделью. За 7 лет было построено более 1200 экземпляров. Однолитровый двигатель Бенца развивает полторы, а позднее — 3,4,5 лошадиные силы. Соответственно, максимальная скорость варьировалась от 20 до 35 км в час. В базовой версии Вело стоил 2500 марок, а в качестве опции за сотню марок предлагали складную крышу. Редактор субтитров А.Семкин